Владимир Путин поддержал проект создания единой системы администрирования платежей. Речь идет о налогах и других сборах. Эта тема обсуждалась на встрече президента с главой правительства. Новая система позволит эффективнее бороться с серыми финансовыми схемами. В послании Федеральному собранию в декабре прошлого года президент заявил, из-за махинаций при уплате таможенных сборов, акцизов на алкоголь, табак и топливо, бюджет ежегодно теряет сотни миллиардов рублей. Одно из направлений – консолидация бюджетных ресурсов, оптимизация этой работы, особенно в современных условиях, когда нам нужно, безусловно, обеспечить доходную часть бюджета. Знаю, что у правительства по этому вопросу были свои предложения. Прошу бы вас рассказать о том, что предлагается в конечном времени. Предлагается создать единую систему администрирования налогов и неналоговых, то есть приравненных к налоговым платежей внутри системы Минфина. Таким образом, чтобы внутри этой системы сохранилась Федеральная налоговая служба, которая отвечает за общее методическое руководство, администрирование и сбор налогов. Также погрузить в эту систему Федеральную таможенную службу, которая у нас занимается сбором таможенных платежей, и перевести в эту же систему Росалкоголь регулированный. Мы с вами еще говорили о сборах в пенсионную систему. Пенсионные платежи, платежи в рамках социальных фондов, можно было бы также передать в эту систему для того, чтобы администрирование этих платежей вела Федеральная налоговая служба. И применял к ним те же самые методы администрирования, которые применяются к другим налогам. Таким образом, возникнет единое ядро администрирования, сбора, ну и, соответственно, последующего использования всех налоговых и неналоговых платежей в стране. Хорошо. Спасибо. После этой встречи было объявлено. Президент подписал указ о новом порядке уплаты взносов в пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования. Правительство должно к маю этого года подготовить проекты законов, устанавливающих новые правила. Кроме того, подписан указ о передаче введения Министерства финансов Федеральной службы по урегулированию алкогольного рынка и Федеральной таможенной службы. Раньше эти структуры подчинялись напрямую правительству. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова